Берем рубашку и кладем. Теперь я отметила с верхнего края до низа 38 см. До этого момента у меня ткань рубашки идет в очень хорошем состоянии. Наметила линию и сейчас будем отрезать. Теперь смотрите, работаю я со своей основой, где пуговички это будет у меня спина. Вот идет низ рубашки и теперь смотрите, по бокам я лила линию и по этой линии я буду стачивать, но при этом мне сейчас надо рядышком дать 1 см на припуск. Первую часть выкрою, я буду делать так же со второй частью. Крыла свою линию, теперь это идет спинка рубашки, но в моем топе это будет полочка. Я ввела надсечку середины рубашки, вот здесь у меня идет надсечка. Я вот так вот склала по этой надсечке, чтобы нашла середина и теперь я сейчас опять выкрою вот эту вот линию и переднее полотнище моего топика будет готово. Теперь, где идут пуговички, я вот так вот накладываю детальку, по которой я уже обтрезала все и вот это вот все я точно так же беру и осноравляю и получается детали кроя моего топика уже готовы. Вот так вот выглядит мой топик. Внутри он выглядит вот так, вот сначала вот я боковые швы обметала и уже заутюжила я в сторону спинки. Верхний срез топа я уже тоже обметала, я буду шить вот такой вот топик и вот мне необходимо было выкроить сейчас вот такую вот детальку. Выкроила я вот эту деталь, обметала я вот здесь уже срезы по бокам, сейчас я это подогну и на 0,1 прострочу. И получается вот эта часть уйдет вот сюда на рубашку, я ее вместе соединю и вот сюда я сделаю либо стоечку, либо же на завязках шнурочек. Получается берем нашу маленькую вот такую детальку, здесь я вот так вот подогнула. Так как тонкие ткани машинка прокладывает повнутрь, в начале строчки я кладу вот сюда бумажечку, она мне является помощницей. И вот так вот я подогнула и начинаю прострачивать. После того как мы обработали здесь шов, теперь необходимо нам согнуть пополам нашу детальку и поставить надсечки. Поставить надсечку здесь и здесь. Теперь нам необходимо соединить эту надсечку с этой надсечкой, но перед этим нам еще необходимо обметать вот этот вот нижний срез. Теперь мы берем вот так вот накладываем и соединяем надсечку с надсечкой. После того как мы приточали нашу основную детальку к нашей полочке, мы это заутюживаем в сторону. И можно уже заранее взять вот так вот тоже все это утюгом заутюжить. Вот он идет наш рукав. Я вот отрезала здесь манжету. Немножко я уже высекла здесь углы. И получается наш рукав я поделила на три равные полоски по 10 сантиметров. И теперь берем и выкраиваем. Где у нас здесь идет шлица на рукаве, то мы будем полоску выкраивать до этого момента. А так вот эти полосочки идем по прямой. Здесь вот уголочки вот это все выпрямляем. У вас должно получиться три вот таких вот полоски с одного рукава. То, что одна полоска будет длиннее, другая короче, это ничего страшного, потому что мы их будем стачивать и делать из них одну большую сплошную рюшу. Теперь, где была наша линия притачивания, вот он идет у меня здесь стык, к ней я накладываю нашу рюшу. Вот так вот накладываю рюшу. И получается по вот этой своей вспомогательной линии, вспомогательной строчке я буду настрачивать сейчас вот такую вот рюшу. Получается, вот эта линия уходит у меня прям под подмышку. Здесь идет у меня вот здесь вот у меня идет место для рукава. Получается, я буду пришивать вот такие вот резиночки. И здесь вот от пуговичек у меня сюда в сторону идет 14 сантиметров. Получается, в этой области у меня будет рука. Вот идет моя кокетка. Вот идет у меня основная часть полочки. Вот этот вот шов я накладываю на вот этот вот шов. Вот так вот. И даю вот строчку поверх вот этого всего. Когда мы шьем, старайтесь пальчиками распределять нашу рюшу, чтобы было красиво и было везде равномерно. Когда я дохожу до вот этого вот конца, я сейчас наложу свою рюшу, вот отсюда я вот так вот поверху дострочу, поставлю закрепку, уберу ниточки и получается вот сюда подложу резиночку и начну настрачивать вот так вот свою резиночку. Потом я опять остановлюсь до вот этого вот места и вот здесь вот 14 сантиметров у меня идет спинка. Я ее опять просто возьму и настрочу и получается моя рюша уже будет готова. Вот так вот выглядит мой топик. Это будет передняя часть топика. Получается, вот мы пришили вот эту вставочку, сделали уже рюшу. Вот здесь вот я пристрочила резиночку. На мужской рубашке, на спинке была кокетка и эта кокетка была сделана в двойную ткань. Я вот выкроила вот такую вот полосочку. Получается, я здесь вот так вот все обточала, уголки вот здесь я высекла, чтобы не было плотного уплотнения. И у меня получается остался здесь вот такой вот один открытый срез. И сейчас я складу, найду вот здесь середину и к этой середине приложу и покажу, как я это все обработаю. И вот здесь у меня вот идет кнопочка такая. Сюда по бокам я пришью кнопочку. Так вот выглядит моя спина. Вот так вот выглядит спина этого топа. Получается, рюшу я здесь разрезала пополам, чтобы можно было одевать этот топик. И смотрите, у меня здесь была петля с пуговицей. Я ее отрезала. И на это место я уже пришелила вот такие кнопочки. Как бы очень удобно. Здесь остаются пуговички. Притачала я свою стойку к основе полочки. И теперь я начинаю вот так вот загибать. Мне надо, чтобы этого шва не было видно. Вот так вот иголочками, либо вручную здесь приметываем. И вот здесь два слоя ткани загибаем вовнутрь и настрачиваем строчку. Ну вот и все. Мой топик уже готов. Вот сюда я вот пришила уже кнопочку. Все у меня готово. Осталось только померить, носить и радоваться. На то, что вам понравилась такая переделка одежды. Берите эту идею себе на заметку и шейте в удовольствие. Всем вам хорошего дня и всем пока-пока. Продолжение следует...